Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео по игре Американ Тракт Симулятор. Это рубрика обзоры модов и сегодня я предлагаю посмотреть на тягач Интернешнл 9400. В общем-то выглядит он следующим образом. Весьма, кстати, неплохо смотрится он на фоне того 9900 Интернешнла, который уже есть в игре. Но вообще на самом деле, по сути, как бы плюс-минус это одно и то же. Не особо она сильно менялась со своими рестайлингами, со своими какими-то новыми сериями. Вот как она была, эта 9000 серия. Так она, в принципе, испокон веков все и прожила всю свою жизнь непосредственно практически в таком виде. Плюс-минус где-то, конечно, безусловно, что-то менялось. Итак, по тюняхам. Давайте смотреть. Кабина у нас одна, 72-й слипер по шасси. Здесь есть одна очень интересная вещь. У нас есть два простых шасси 6х4 и также у нас есть 6х6. То есть она просто повыше. И плюс ко всему, я думаю, когда мы пневму поднимем, будет еще выше. Но здесь есть два еще варианта, которые называются Long 6х4 и 6х6 Warm Suspension. Warm Suspension это значит изношенная подвеска. Я не знаю, что это значит и мне это интересно. Поэтому давайте мы построим обзор именно на базе вот этой изношенной подвески. Что это будет, я, если честно, не знаю. Во второй части видео, ребята, посмотрим. По движкам. Здесь у нас только каменцы. ASX 15, минималка 450, максималка 600. По коробкам, как я понимаю, все перенесено с дефолта. Салон, ребята, салон у нас здесь ровно такой же, как и был на 9400. Плюс ко всему, практически то же самое, что и на 9900. Может быть, с какими-то минимальными абсолютно изменениями. Но достаточно удобно. Вот этот, конечно, шкаф. Нахрен он здесь вообще нужен? Я не понимаю. Он просто все пространство съедает. Ну, что есть, то есть. Здесь несколько есть расцветок, отличаются они сами, видите, чем. Здесь просто, грубо говоря, тряпочка. О, точнее, здесь у нас кожа, такая обивка красивая. Ну, а здесь просто все под тряпочку. Прям максимально какое-то простое. Здесь впереди у нас ничего не меняется, кроме сидений. Ну и, соответственно, обивочки на дверях. По покраске. Она поддерживается. Есть обычные цвета и есть достаточно большой выбор скинов различных американских компаний. Давайте все полистаем, посмотрим, что здесь у нас подготовлено. Ага. Свифт, конечно же, легендарный. Вот такая есть, вот такая есть. А, ну и Волмарт. Окей, на Волмарте остановимся. По тюняшечкам. Колес никаких собственных у нас здесь нет. Давайте посмотрим, что у нас тут. А, стоп. Окей. К этому мы тогда вернемся. Давайте немножечко попозже, потому что изначально нужно посмотреть на юбки. Это у нас короткая юбочка. Это у нас длинная юбочка даже короче, чем та, которая на кабине. Но она вровень у нас идет непосредственно со спалкой. Это полностью длинная, все закрывает. И у нас также может быть установлена DEF-система. Ну и здесь мы видим, да, вот эти подштанники у нас уже идут. Можем выбрать, что нам нужно, какой он нам нужен и так далее. Ну, опять же, нужно вам это, не нужно. Вы уже смотрите сами. Здесь у нас так. Для того, чтобы было видно, давайте мы, наверное, сделаем вот так. Так, и уже потом соберем более-менее адекватный под себя какой-то грузовик. Это у нас ящик с батареями, с аккумуляторами. Как вижу, здесь написано батареи, так и читаю. Короче, он может быть под алюминий. Также есть второй вариант алюминия. Есть у нас он черный, ну, либо вот такой под сталь. Лампочки, точнее не лампочки, а баки, пожалуйста, тоже у нас переключаются. Различного объема из различного материала. Можно повыбирать, что называется. Здесь у нас сзади могут быть установлены ступенечки различного рода тулбаксы. Ну, в принципе, на самом деле, такая стандартная история для американских тягачей. И вот что интересно, когда мы убираем, получается... А, это на ламп... А, вот как, то есть вот эти портянки, так называемые, они завязаны на лампочке. Но в то же время, допустим, когда бак я ставлю сюда, у нас ступеньки просто остаются висеть в воздухе. Ну, такое, конечно, вот как-то вот автору нужно это все взаимосвязать, чтобы, если ты ставишь, то как-то что-то здесь сюда другое прописывалось, потому что, ну, смотрится на самом деле паршиво. Дальше у нас идут задние крылья, тоже вообще абсолютно стандартный набор, привыкли мы к этому всему. Дефлектор можно поменять. Ох ты, с дефлектором даже можно вот такую вот кепочку поставить. Прикольно. Здесь у нас кепочку давайте мы уберем. Вот взаимосвязанности, да, видите, у него как бы нет этих взаимосвязей с тем или иным тюнингом, поэтому можно ляпать все, что угодно. Поэтому создается такой непонятный абсолютно какой-то франкенштейн. И мы от этого с вами путаемся. Задние крылья у нас меняются, подкрылки, крылья, держатели брызговиков, только непосредственно они сами. Здесь закабинное пространство тоже у нас подвержено тюнингу. Ух ты, смотрите, какие здесь у нас интересные есть истории-то. Даже вот так вот у нас это все сделано. Ля, ну вот это неплохо, вот эти установки классные. Здесь этот дефлектор мы уже с вами посмотрели. Это все посмотрели. Здесь у нас идут зеркала. Ага, меняется даже вот эта заглушечка-накладочка. Ну и можно вот такие новые зеркала поставить. Они на них тоже, эти зеркала, если что, шли. Здесь у нас ручка пластик-хром, либо полированный хром. Здесь мы клеим наклеечки Ифта. Ну это налоговые всякие инспекции. Они вот, обратите внимание, под каждый штат здесь у нас сделали. А давайте посмотрим, за какой год у нас эта самая Ифта. За 2024-й. То есть это прям свежие наклейки. Вообще здорово. Автор молодец, красавчик на самом деле, что об этом позаботился. Дальше. О, подкабинное пространство у нас начинает тюнинговаться теперь здесь. Но, по сути, это просто какие-то накладки с лампочками, без лампочек. Либо там, либо сям. Ну, набор есть. Какой-никакой, это уже хорошо. Здесь выхлоп. Так. А, либо вот такой, либо он у нас будет снизу типа скрытый. Все ясненько, хорошо. Здесь у нас логотип самого игла. Можно будет поставить туда-сюда, выбрать материал. И здесь мы можем поставить что-то из зеркала на капот. Вот, с той стороны то же самое. Здесь у нас идет просто стандартный капот. Меняется материал окантовочки, решеточки. Ну, и здесь тоже можно какие-никакие лампочки поставить, если соберетесь под негабарит. По фарам. Здесь вот эта хромированная накладка, либо хром, опять же, либо полированный хром. Далее здесь мы давайте посмотрим, какие у нас есть бампера. Ага. Отлично. Ну, они такие прям простятские. Я думал, какие-то серьезные, знаете, будут бампера. Ну, куда их ставить? Окей. И здесь у нас баннеры с оверсайзом, либо для Канады, либо для Америки. Также здесь у нас несколько типов идет солнцезащитных козырьков. Там у нас уже меняется шифтер. Это мы посмотрим по салону. Ну, то есть, в принципе, тюнинга-то хватает. Если не торопиться, да, посидеть, просто под себя что-то собрать, вполне себе внешне неплохой получается строчок. По салону, какой у нас есть тюнинг? Здесь, как я и говорил, зеркала. Вот так вот у нас выглядит вид. Это капотное зеркало. Здесь у нас... А, все, понял, извиняюсь. Немножечко что-то я даже подвис. Окантовка приборов также у нас может быть поменена. Обратите внимание, она у нас меняется вся, друзья. Здесь у нас сама приборка. Вот этого очень сильно, как лично мне, не хватало на 9 990, чтобы можно было от этой белой приборки избавиться. Здесь у нас меняется бампер. Здесь предметы на консоль. Здесь еще одно зеркало правое мы можем поставить. Ну, и здесь у нас тоже вентиляционные шахты. Все эти отверстия можно тоже немножечко затюнить. Здесь у нас, обратите внимание, хромировать можно ручки. Здесь у нас капхолдер, можно что-то поставить из сисла. Здесь тюнинг пола без поддержки сисла. Здесь мы меняем немножечко шифтер. Можно его убрать, как я понимаю. То есть это типа у нас тогда машина, получается, будет на автомате. И вот так вот аккуратненько сюда одеть жилеточку. Слушайте, такое ощущение, будто реально этот мод делал чувак, который на этой машине работает. Потому что вот столько таких мелочей, именно которые в процессе эксплуатации возникают. Вот кому придет в голову, никому в голову не приходило надевать на сиденье вот так вот жилетку. Ну, смотрится это реально круто. Здесь у нас тюнинг кабинетика сверху. Здесь у нас также наклеечки можно какие-то подвесить. Ага, то есть и вот здесь у нас накладочки тоже, обратите внимание, меняются под стать основной вот этой всей истории. Здесь у нас стандартные подушки, здесь стандартный тюнинг кровати. Ну и здесь мы можем подвесить тот или иной флаг. Ну и как бы, в принципе, вроде бы все. Здесь у нас идут висячие предметы, ну и там, соответственно, козырек. Вот такая вот у нас получилась машинка. Сейчас, конечно, я подсоберу ее посимпатичнее и отправимся на проверку на тест-драйве. По классике все у нас начинается в ночи. Падаем питание. Вот такое огромное количество здесь у нас идет контрольных ламп. Но, в принципе, здесь на самом деле все у нас с дефолта. Также здесь у нас в магнитофоне идут часы, бортового компьютера у нас как такового большого нет, к которому мы привыкли. Но, тем не менее, все равно расход, время... Господи, как это называется? Не человека часы, а моточасы. Можем посмотреть, ну и какой у нас расход. То есть, ну, минимальный какой-то у нас есть бортовой компьютер. Габариты. Вот такая приятная дефолтная, опять же, подсветка. Ближний свет фар, дальний свет фар. Давайте, ради приличия, посмотрим снаружи. Габариты ближний, дальний. Ну, смотрится, конечно, здорово. Вот эта куча лампочек выглядит обалденно. Также у нас аварийка работает. Ну, все классно на самом деле. Все без каких-либо абсолютно у нас вообще косяков и так далее. Теперь давайте дождемся рассвета. И при свете дня уже на этот тягач посмотрим. Ну, конечно, куда же без дождя, ребята. Первый режим работы дворников. И вот сразу видим косяк, что какая-то как будто то ли тень, то ли что. Ну, вот видно снизу, да. Такого явно быть не должно. Я надеюсь, что в следующих версиях все это поправится. Но сами дворники у нас полностью рабочие. Все анимировано. Стеклоподъемничек также, пожалуйста, у нас опускается. И также спокойненько у нас поднимается. Клавиша у нас также анимирована. Это левый. Ну, и это, соответственно, правый у нас подвязан отдельно. Дальше давайте по регулировочкам глянем, что тут у нас вообще есть. Сама регулировочка поддерживается во всех плоскостях. Это хорошо. Регулировка руля у нас также сохранена от дефолта, как я понимаю, во всех плоскостях. По настройке зеркал. Основное левое зеркало работает. Малое левое зеркало работает. Левое на капоте. Отличненько. Правое на капоте. Тоже отличненько. Ну, в принципе, изначально можно даже и не настраивать, чтобы мертвые зоны гасить пойдет. Бокового зеркала у нас нет, как такового. Правое зеркало у нас работает. И малое правое у нас также подвергается регулировочкам. Если перейдем в настройки света. Да, видим то, что подсветка, яркость подсветки приборов у нас также может быть отрегулирована. Но, в принципе, все дефолтные дежурные истории тут соблюдены. Даже дождик у нас там на окошечках есть. Поэтому все здорово. Провода на прицепе у нас также есть. Давайте запустимся. Ага, отлично. И давайте дропнем пневму. Так, это у нас нижнее положение. Рабочее, транспортное. И максимально поднимаемся вверх. Отлично. Давайте. Опустимся обратно. Можем взять спокойненько расцепиться. Включить там условно какую-то передачку. Тронуться вперед. Звуки дефолтные, ребята. Слушать я звуки не буду. Я уже сразу слышу то, что это звук стандартного каменца. Поэтому все, и так же спокойненько мы подцепились. Вообще проблем никаких нет. Почему я в своих обзорах перестал проверять вот эту вот историю с тем подцепляется, не подцепляется. Да, по той простой причине, то что сейчас придумали регулировку пневмоподвески. Можно просто жопу опустить и спокойно под любой прицеп практически подъехать. Раньше такой возможности, к сожалению, не было. И поэтому приходилось журить авторов модов, что вот, ну типа вы что наделали, там давайте регулировать пятое колесо вверх-вниз, чтобы как-то более-менее все это работало. А сейчас проблема эта ушла, просто жопу дропнул и поехал, как говорится. Ну что, господа, вот такой у нас получился трачок. Вполне себе очень даже симпатичный Интернешнл. Странно, что разработчики не добавили его еще в игру. Вроде бы у них такие тесные отношения с Интернешнл. Но, в принципе, раз уж 9900 добавили, то, я думаю, 9400 семейства тоже можно было бы добавить. Тем более, 18 стальных колес он был. Да, там неофициально, это все понятно. Но, тем не менее, все равно машинка классная. И вот она меня как-то сегодня прям откинула в то время, во времена 18 стальных колес. И вот с такой кепкой подзаврал машину, смотрится она, конечно, очень-очень круто. На этом, ребят, все. Спасибо вам всем огромнейшее за внимание. Ссылка на скачивание данного мода со Steam Workshop будет находиться в описании. Переходите, подписывайтесь, очень удобно. Просто подписывайтесь, еще раз повторюсь, на мод и все. И катаетесь, и у вас никогда не будет болеть голова насчет того, что вышла новая версия или нет. Она просто фоном постоянно будет обновляться. Все, ребят, спасибо всем. Если мод и видео вам понравились, были для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и оставьте любой комментарий для продвижения этого видео в рекомендации. А меня можете поддержать просто подпиской на канал. Все, друзья, с лучшими пожеланиями и до скорой встречи.